Внуки-правнуки. 1 октября 1949 года. Светают над Пекином, который сегодня будет объявлен столицей новой народной республики Китая. Народная площадь Пекина может вместить только миллион человек. Но сердца сотен миллионов людей Китая сегодня здесь, на этой площади. Сегодня над древним городом взовьется флаг, помытый кровью солдат революции, победно пронесенной коммунистической партией Китая сквозь 29 лет борьбы. На трибуне руководители коммунистической партии Лю Шао Ци, Чжоу Эйн Лай, Гао Ган, генералы народно-освободительной армии, заместители председателя центрального правительства Чжэнь Лань, Ли Цзи Шэнь и Сун Цзин Лин, вдова Сунья Цена. Свободный народ приветствует Мао Цзэдуна, вождя коммунистической партии Китая, вождя народа и слугу народа. Его называют Мао Чжу Си, что значит Мао-председатель. Так называет его народ со дня создания первых китайских советов, бессменным председателем которых был он, Мао Чжу Си. Десять тысяч лет жизни Мао Чжу Си. Вот перевод бесчисленных возгласов, которые вы слышите. Мао Чжу Си! 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 Мао Цзэ Дун провозглашает рождение Народной Республики Китая. Мао Чжу Си! Вот он. Жители окрестных деревень приносили подарки. Оказывались знаки внимания тем, кто завтра снова пойдет в бой за их свободу. Недалеко от берега Инзы выступают армейские агитбригады. И те, кто слушает, и те, кто танцует, завтра под разрывами снарядов будут сражаться плечом к плечу. А пока пусть все задорнее и быстрее кружится удалая пляска. Пусть громче звучит веселый барабан. Хорошая вещь предчувствие победы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok